Книга называется «Очерки истории и культуры села Кайдар», а вошла она в этот журнал, потому что не было средств для издания ее отдельным изданием. Я еще раз говорю, что мои попытки найти эти средства для отдельных изданий не уменьшались с успехом, а книгу надо было издать. Я нашел такой способ, без того, чтобы кто-то в село или кто-то вносил деньги. Поэтому это все было чисто спонсорское желание Андрея Васильевича Шабашова, который помог ее изданию, и мой интерес к тому, чтобы написать такую книгу. Я рад, что мне удалось это дело завершить и дать, если хотите, скажу так, то, что издается в Гагаузских селах, в Адарме и других селах, это очень интересное издание, издание такого документального характера, собранное из этого села, там снимки, разговоры, но это не история села, это не цельная какая-то вещь, которая можно... Это, ну, очень хороший документ, который могут быть использованы для написания истории села. Село Гайдар появилось чисто случайно. Я действительно мог взять любое село Гагаузское и по любому селу написать. Но так сложились жизненные обстоятельства, что я по жизни сталкивался с гайдарцами, с семьей, репрессированной в 1949 году. Много фактов, много информации я имел. И уже этот момент, в 1940-е годы, вот эта трагедия этой семьи, трагедия голода, все это, отсюда я начал писать, и потом это развернулось в истории Гайдара. Я сейчас занимаюсь составлением сборника статей своих, к своему юбилей, который будет на следующий год. Я включаю там свои политологические статьи, написанные за последние 25 лет, начиная с тех 89-го года, с этих языковых баталий, когда я участвовал в общественном движении, потом депутатом был. И вот эти все статьи я собираю в сборник. Там много материала есть по Гагаузии, по проблемам политических процессов Гагаузии, по болгарам, по молдаванам, по молдавской государственности, по российско-молдавским отношениям и так далее и так подобное. Вот это все, чем я сейчас занимаюсь. Продолжение следует...